А напереды Днеуговненской области выбрали самую грациозную и артистичную студентку. У областным громадско-культурным центры пройшел региональный этап конкурса «Королева весна-2018». 13 бояльных девчон повинны были уразить глядачу своей пригожостью, розумом и талентом. Кто завоевал корону, переможцы и путевку на республиканский этап, ведая Ганна Каральчук. В гримёрках уластивая конкурсом «Митусня». Опошний пришитый гузик, отпрасованный костюм, коррекция прически и мейкапа. Усё повинно быть бездакорно. Перед удельницами стоит непростая задача – показать свою квитнечую весновую пригожость, а так само сдевить творчими номерами. Сирот пригожунь и претенденток на перемогу сегодня есть представницы самых разных специальностей. Это будущие урачи, бухгалтер, специалист по международных перевозках и навык логопед. А маль кожная займается спортом, некоторые малюют картины, и при этом усе мают модельные параметры. Всю лето организаторы поспробовали вывести традиционный студентский конкурс на новую уровень и перетворить его в соправдное шоу. Для этого запросили профессионалов, стилистов, педагогов по дефиле, танцевальный коллектив и эстрадно-симфоничный оркестр Гомельской областной филармонии. Усю гэта делят аго, как створить весновый настрой в зале и, как мога лучше, раскрыть прихожость у дельниц. Выбрали самый лучший зал в Гомельской области. Ну и самая главная, наверное, фишка – это то, что мы все выступления девушек, их номера, их дефиле построили вокруг живой музыки. То есть у нас будет сегодня оркестр. Это впервые такие даже… ну я, по крайней мере, что этот конкурс так в Республике Беларусь не проводился, точно уверен. Поэтому мы решили ввести такое новшество. Пять конкурсных выпробований и, отповедно, ровно стольки махчемости у каждой конкурсантки завоевать симпатию глядачу и членов жюри. Первое знакомство с дельницами отбылось подчас конкурсу визитовок. Так само и они блеснули ведами у интеллектуальном выпробовании, подчас якого отказывали на пытания, связанные с историей разных королевских семьях. Не меньше уразили и два творча выпробования. В первом, каждая девчина демонстровала некий образ, близкий ей по характеру и стиле життя, а у другим показывала свои таленты. Вообще, очень огромный ажиотаж. Все не знали, что делать, особенно в последние минуты подготовки. Мы занимались волонтерской деятельностью, много репетиций, дефилей и в этом роде. У меня будет стихотворение под аккомпанемент. И будет танцевальная пара. А второе образ будет королева эпатажа, чтобы удивить жюри. Мой образ королевы – это королева пробуждения к жизни, то есть движущиеся платья, в котором распускаются цветы. А насчет творческого номера я пою песню на итальянском «О соле мио» под оркестр. У пригоженнем вечера стала традиционная финальная дефиле у дизайнерских вечерних сукенках. А потом долгое чекание выникло. Горячие спрэчки с членов жюри – вердикт. Третье место заняла Яна Холодзилина, студентка ГДТУ имя Сухого. Первой вице-королевой обрали Пелагею Кизим, представницу Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Владальницей заповедной короны стала так само студентка ГДТУ установы, будучи математик-экономист Лизавета Святогор. Потрясающе! Я испытываю какое-то дежавю, потому что такой момент уже был у меня в университете. И вот сейчас повторно вообще нереально. И я очень рада, что именно мой университет занял два первых места. Это очень почетно. Остатние конкурсантки отримали у знагорода в особных номинациях. А переможца проставит наш регион на республиканском этапе конкурса у Минску на проконце красавика. Ганна Коральчук, Василий Осипцов, телерадо-компания Гомель.